В трёх портретах детство, юность и зрелый возраст. Таким Солженицына, не сговариваясь, изобразили к выставке ученицы художественной школы. Я изначально рисовалась другой и посмотрела, что мне такая поза не очень нравится. И я решила изобразить его и с руками, и показать более задумчивый вид. Документы, личные вещи, книги с автографами. Стопку писем Солженицына привезла вдова его университетского друга Эмиля Мазина. Елена Мостовская бережно хранит всю переписку и вспоминает, как эти письма доставлялись из-за границы. Вот если кто-то ехал, кто-то как-то, и вот Эмилю говорил, Билька, не пиши мне, в смысле по почве не пиши, цензура. Вот будет оказия, передашь, не будет оказия, не пиши. Приехал на выставку из Москвы хранитель архива Солженицына. Николай Ледовских привёз пишущую машинку и ручку, логарифмическую линейку времён преподавательской работы писателя, лупу, пинцет, которым Солженицын доставал фотобумагу из проявителя и папку с цветными фотографиями, редкими для 60-х годов. Тогда были модны цветные слайды на немецкой обратимой фотоплёнке Орва Калор, уезжая куда-нибудь в путешествие, а кому удавалось в советское время, то и за границу. Мы брали эту плёнку, особая проявка, и на кадрике разрезали диапозитивы, цветные слайды, обрамляли их в специально тогда продававшихся пластмассовых рамочках и развлекали через диапроектор своих гостей, друзей. После смерти первой жены Солженицына в 2003 году на хранение к Николаю Ледовских попали больше 80 слайдов. Он их оцифровал и размножил. О событиях на каждом снимке может рассказать историю, фрагмент личной жизни. Например, в кадр попал момент прослушивания Солженицыным, радио «Свобода» и «Голоса Америки». «На грядке с горохом на даче Борзовка не было глушилок и легко можно было вражеские голоса слушать». Так и родилась эта цветная выставка «Неизвестный Солженицын». Она проехала по 10 городам России и стала частью юбилейной экспозиции в Ростове. Анастасия Кованцева, Александр Чалый, ТОН-24, Ростов-на-Дону.